Привет друзья и снова на наших экранах Raspberry Pi. Но сегодня речь пойдет отнюдь не о Баблоферме, а кое о чем другом. Кстати хочу сказать, что на Баблоферму я совершенно не забыл и постепенно ей занимаюсь, но времени на это уделяю не так что много, поэтому думаю итоговое видео подготовлю примерно к сентябрю. Но возвращаясь к сегодняшней теме, хочу вам заявить, что собираюсь строить медиасервер на мини-компьютере Raspberry Pi. Я думаю что такое медиасервер и так понятно из названия и теперь хочу объяснить зачем он мне нужен. А ответ на этот вопрос крайне прост. Дело в том, что я люблю жрать перед телевизором. Просмотра федеральных каналов мне хватает на работе, поэтому хочется смотреть какой-то интересный контент. А это конкретно именно фильмы и сериалы. При этом возможно кто-то помнит, что год назад я снимал видео по поводу настройки Зюкселя Кинетика. Это маршрутизатор собственно с возможностью сделать из него медиасервер. Там вся серверность заключалась в том, что у нас стоит сетевое устройство, к нему подключен жесткий диск или очень большая флешка. На этом собственно носителе у нас хранятся какие-то фильмы, сериалы и весь этот медиаконтент по технологии DLNA можно включать с телевизора. Но при том, что я не очень люблю смотреть фильмы онлайн, я привык планировать что я буду смотреть, качать торрента в хорошем качестве и соответственно потом наслаждаться, а не просто проводить время. То меня естественно все это устраивало и нравилось. При этом я имел удаленный доступ и мог из любой точки собственно имея в руках например телефон или компьютер поставить например прям на сетевом устройстве качаться какой-то торрент. Ну и еще пару крутых фишек там конечно же тоже присутствовало. Во-первых, юсбшный жесткий диск иногда слетал и приходилось это все перегружать. Во-вторых, чем больше на жестком диске было заполнено дисковым пространством, тем сложнее было работать в системе. В-третьих, у меня не очень крутой телевизор это Sony BRAVIO 2009 года модель и она конкретно подтупливает, а вся совершенная обработка, что каких-то сетевых дел касается или воспроизведения происходит именно на телевизоре. Ну и последний пункт, который меня действительно подзадолбал, этот телевизор не воспроизводит практически вообще никаких форматов. То есть буквально любые фильмы, которые я скачивал там в МКВ, в МОВИ, допустим в каком-нибудь АВИ сложном, то мне приходилось пересчитывать в МПК 4. Качество конечно же сильно не страдало, потому что все-таки телевизор просто-напросто фулл хэдэшный, а H264 отнюдь неплох, но тем не менее это просто гемор все время в конвертер запихивать и заранее пересчитывать. Поэтому в пекло ДЛНА, в пекло крошечный мозг Sony BRAVIA, ну а также в пекло Wi-Fi частотой 2.4 ГГц. Следовательно собираем медиасервер, который не будет лагать и будет использовать телевизор просто как экран. Вступление у меня как-то сильно затянулось, поэтому нужно скорее начинать это делать. А в качестве операционной системы для сервера я давно-давно еще выбрал коди. У меня пошла первая ночь по созданию медиасервера и здесь я допустил самую главную ошибку, слишком сильно понадеялся на свою эрудированность. Быстро пробежался по нескольким статьям в интернете и решил идти своим путем. А зря. Сначала я пытался скачать лайтовую версию разбериана без графической оболочки, оперируясь тем, что собственно обычно, как я смотрел в интернете, на разбериан с графикой ставит вот эту вот коди и использует ее как приложение. Я подумал зачем мне собственно это использовать как приложение, если мне сама операционка разберанта и не нужна. Но скачанная с официального сайта операционная система ни в какую не хотела заливаться через Win32DiskImager. Достаточно долго с этим разбирался, уже забил и решил накатить все-таки десктопную версию. Ну и она не писалась, а выдавала ошибку. В итоге после нескольких часов мучений и перебора разных флешек, я просто залил образ разбериана скачанный полгода назад и который я еще ставил на баблоферму. Ну и соответственно в тот момент я решил что дело в опубликованной операционке. Старая версия же записалась, раньше доработала. Ну что же после нескольких часов мучений пришло время запускать мою малину. Не знаю многие ли помнят этот отладочный стенд, который я собирал еще во времена надежд и иллюзий на баблоферму. Но состоит он по сути из трех составляющих. Крепеж, питание и охлаждение. Поэтому я вставляю в раму мини-компьютер, подключаю питание и конечно же затягиваю гайки. Специально для этого проекта я купил маленькую клавиатуру портативную для того, чтобы с дивана удобно управлять было медиа сервером. Здесь заметьте аккумулятор. Эта клавиатура заряжается по micro USB. Есть USB свисток, который вставляется в компьютер. Эту клавиатуру также можно к винде к обычной подключать. Собственно вот сейчас я включу, вы видите, что у нее есть подсветка разных цветов. Тачпад, что немаловажно, то есть мышкой можно на ней оперировать. И вообще, как оказалось в будущем, штука достаточно интересная. Сей девайс я купил на Алиэкспрессе и обошелся он мне в 640 рублей. Ссылка конечно же будет в описании. Переезжаем на комод под телевизор, конечно же подключаем HDMI и запускаемся. Здесь я в очередной раз в очередном видео прошу прощения за съемку экрана с камеры, но по-другому было никак. А в это позднее время суток мне помогал снимать и настраивать малину мой товарищ, спасибо Макс. Но самое смешное заключено в том, что порядка полутора часа мы обновляли в этой операционной системе буквально все, что можно обновить. И после последней перезагрузки система просто перестала отвечать, причем что мы с ней только не делали, ничего совершенно не помогало. Экран рабочий стол грузился, но соответственно никакого управления мы получить не могли. Ну как бы чё, бывает. На следующий день я начал разбираться, что же мы делали не так и выяснил, что у Raspberry она появился официальный загрузчик. С помощью которого я и залил лайтовую операционную систему, собственно придерживаясь своего изначального плана. Снова принялся обновлять систему, накатывал коди, который ставился, кстати говоря, отнюдь не быстро. И в конце, когда я попытался запустить коди, он мне заявил то, что ему не хватает гуи. Еееее, пацаны, теперь вы понимаете, насколько я был далек. Я конечно от души поржал над своим полным непониманием процесса, но все-таки нам необходимо двигаться дальше. После всего произошедшего ранее, я все-таки решил немного почитать на данную тематику и наткнулся на то, что на официальном сайте Raspberry, собственно, у нас есть сборка. Готовая сборка с коди называется LIBOR ELEC или как-то так. Предварительно очистив флешку, я с предвкушением успеха принялся заливать новую операционку. Следующим шагом я не могу не сказать, что программа достаточно удобная. Мы в ней выбираем, собственно, тип устройства. Выбираем операционку, правда, в моем случае выбор был только из одного пункта. И нажимаем кнопку загрузить. И эта программа сама загружает нужную нам версию операционки, где-то сохраняет ее на диске, а потом предлагает записать на флешку. А еще эта программа зависает на 4% прогресса, мать его. И зависания повторялись до тех пор, пока я не форматнул флешку SD-форматером, потратив на это неимоверное количество времени на эксперименты и самоформатирование. И после этого я смог записать операционную систему. Это просто 8 минут захватывающей истории. И спустя два дня моя операционная система все-таки запустилась. На самом деле, я сейчас вспоминаю, что 98 винду я ставил немножечко даже побыстрее. Но я думаю, что это того стоило, потому что коди просто великолепно. Во-первых, операционка сразу же предложила мне локализацию скачать. И происходило это, надо заметить, через интерфейс. Во-вторых, она реально быстро работает. То есть не в пример быстрее, чем работает разбериан. Есть, конечно, небольшие подвисания при, например, установке программ. Но то, что касается воспроизведения видео, все проходит просто идеально. Да и по меню, собственно, лазить просто очень приятно. Ну а в-третьих, это действительно настоящий медиа сервер. Мой Zuxel Kinetic Extra 2, собственно, тоже позиционирует себя как медиа сервер. Но никаким сравнением он с этим просто не идет. Ну а сколько у вас открывается возможностей, это просто не описать. Между вторым и третьим днем изучения данного девайса у меня был перерыв в две рабочие смены, за которые я успел достаточно много про все вот это почитать. Но, несмотря на все это, операционка удивляет своим обширным функционалом. И сразу хочу предупредить, что я немного сначала с ней поигрался, потом снес, а потом уже начал, собственно, снимать. А еще она очень шикарно выглядит. Я вам об этом говорю, потому что по съемке с экрана об этом совершенно не сказать. Так что придется поверить мне на слово. В этой операционной системе вы можете подключить себе IPTV, несмотря даже на то, что провайдер вам такой услуги не предоставляет. Для этого из репозитория достаточно установить IPTV Sample Client. При этом опять же все это происходит через интерфейс. Потом в этом клиенте ввести ссылку на пиратское IPTV и наслаждаться. Причем на самом деле ссылок огромное множество, но я нашел группу ВКонтакте, собственно из которой свои ссылки и брал. Причем вдумайтесь, если вы платите отдельно за телевидение, стоимость которого на один телевизор от сотни до пятиста рублей, то даже при самой маленькой цене за три года вы полностью окупите данное устройство. И при этом вы будете смотреть совершенно все, что захотите, а не какие-нибудь там федеральные каналы. Хоть порно смотрите одно. Только, к сожалению, в этот раз у меня IPTV не заработало, видать что-то недонастроил, но мне оно и не нужно. Но поверьте мне на слово, прошлый раз, когда была старая операционка, все заработало просто с пола оборота. Да и видео на эту тему на ютубе куча. После этого я установил наш любимый с вами ютуб, и тут надо сказать, что интерфейс немножечко не очень удобен. И, кстати, надо сказать, что приложений наподобие ютуба здесь просто огромнейшее количество, и большую часть из них, конечно же, я никогда не видел и не слышал. Ну а установка проходит практически так же, как и проходит установка, например, из Play Market. То есть мы просто выбираем приложение и говорим ему установись. То есть линуксоидом даже и не пахнет. На ютубе есть возможность для авторизации, причем достаточно не обычная система, я раньше такой нигде не видел. Вот сейчас я нажму, собственно, авторизация, и вам нужно дойти где-то до браузера, до компа, и по ссылке ввести ключ, который вам система предложит. При этом, естественно, вы в этом браузере должны уже быть в аккаунте. Ну а, собственно, сам ютуб смотрится хорошо, без лагов, без подвисаний, немножечко на пульте мышка подтормаживает, но это, в принципе, болезнь всего, что связано с линуксом. Также установил приложение, которое отвечает за погоду, в принципе, выбрал, чтобы данные подсасывались с GES Meteo, мне предоставили выбор, и локализация отработала, он определил, где я нахожусь, и показал, собственно, соответственную погоду. Вроде как есть даже возможность установить какие-то игры, но когда я попытался поставить себе из готовых предложенных игр 2048, система мне сказала, что без джойстика я поиграть не смогу. Ну, соответственно, интерес у меня к этому всему и пропал. А еще, предварительно на Алиэкспрессе, я купил себе конвертер Satana USB. Это было самое дешевое из предложенных решений, стоило что-то порядка 120 рублей. И, к моему удивлению, она оказалась даже рабочим. Сейчас я, как бы, жесткий диск нашел небольшой, всего на 160 гигабайт, формата 2,5, но, думаю, потом поставлю чуть-чуть побольше. И на основе этого медиасервера я хочу также организовать сетевое хранилище. Так что, подключая к Raspberry Pi жесткий диск, предварительно, конечно же, форматнул его в EXFAT и залил на него 3 сезона Силиконовой долины. Ну, ладно, ладно, шучу, Кремниевая долина, конечно же. Ну и с Raspberry Pi из-под коде сразу же увидел жесткий диск и, соответственно, конечно же, увидел сериал, который туда залил. А иначе бы я вам об этом, наверное, и не рассказывал. Хотя, скажу честно, я до сих пор не разобрался, как удаленно заливать в память контент данного устройства. А также подключил удаленно папку с фильмами со стационарного компьютера и организовал к ней полный доступ. И надо сказать, что достаточно удобно. Собственно, у меня, наверное, по такому же принципу раньше я и смотрел телевизор, только все глючило, а сейчас все работает клево. Можно посмотреть все файлы в одном месте, можно сортировать все по жанрам, можно воспользоваться поиском, а также смотреть именно в том порядке и в тех папках, в котором это все лежит на компьютере. Эта серия у меня получилась не совсем техническая, а скорее развлекательно-познавательная. Напишите обязательно в комментариях, нужно ли техническую серию делать тогда, когда я сам во всем этом разберусь. Но впереди в любом случае с меня рассказ о конечном результате и, конечно же, корпусне. Я в свою очередь хочу сказать, что штука действительно очень крутая и возможностей у нее просто огромное количество. Ну и работать с ней на самом деле все-таки не так уж и просто, хотя я лично думаю, что нужно просто сесть и разобраться. Ну а на сегодня у меня все, пока-пока.